Здравствуйте! Вот сегодня у нас подошла очередь до Круппа. Чем замечательна вот эта вот фамилия? Крупп – это фамилия немецких промышленников. Замечательное в них следующее. В 1810 году была основана вот эта вот, так сказать, фирма, которая занималась сталью, железом, а потом и, значит, артиллерией, пушками, вот всем таким металлоемким, значит, делом. А в 1810, представляете, и до 1968 она оставалась семейной фирмой вот этой самой фирмы Крупп. Причем до, по крайней мере, 1905 года, то есть почти 100 лет со дня основания, 95 лет, по крайней мере, им владел один единственный человек из семейства Крупп. То есть был хозяин, вот один у этой фирмы. Вот такая вот фирма была. Ну, Крупп хорошо известен, эта фирма. Все ее знают. Все знают о сотрудничестве фирмы Крупп с гитлеровским режимом. И вообще они любили сотрудничать с властями Германии, потому что, в общем-то, очень крупным потребителем металлопродукции всегда являлось государство. Это оружие, раз, железные дороги, два. Вот два таких объекта, самые крупные потребители железа. Основал эту фирму Фридрих Крупп в 1809-10 году. В ту пору вообще металлургия железа была совершенно другой, чем стала к концу 19 века. Ничего похожего на современную металлургию, ну, почти ничего похожего на современную металлургию тогда не было. Я вам об этом подробнее расскажу. Вскоре после этого, значит, где-то в 20-х годах принял эстафету, вот, так сказать, владения этой фирмой от Фридриха Круппа, Альфред Круппа. И вот эти два человека, они как бы вот, ну, отцы-основатели, что ли, да? Отец и сын, на самом деле, они были. Вот они вот основатели фирмы. При них как раз вот получил толчок, разгон, вся вот эта вот, скажем так, технологическая революция в металлургии. Был еще один интересный персонаж в этом семействе, Альфред, то есть, простите, наоборот, Фридрих-Альфред Крупп, который покончил с собой в 1905 году. Вообще-то говоря, Круппы жили очень замкнуто, про них особо никаких скандалов неизвестно. Кроме вот того скандала, который случился с Фридрихом Альфредом Круппом. Вот как. Он любил отдыхать на острове Капри в Италии. И одна желтая бульварная газетенка распространила слух о какой-то его, так сказать, нестандартной ориентации. Вы меня понимаете, да? Это очень задело его близкого друга Круппа. А близким другом Круппа был германский кайзер. И вот германский кайзер, он, кстати, был очень возмущен, и семейство Круппов подало в суд на газету. А газета стала намекать, что у него есть какие-то документальные доказательства. Ну, в общем, типичное желтое дело такое вот, так сказать, газетное. Видимо, ничего и не было компрометирующего Круппа. Но Крупп застрелился. Так сказать, кайзер говорил проникновенную речь на его похоронах. Представляете, какое уважение провел Кайзер к самоубийце, в общем, тем более обвиненному в каком-то вот... Который обвинялся газетой в каком-то неприличном, значит, так сказать, поступке. Вот. Вот очень авторитетный был человек Крупп для всех. В 68-м году, 1900, с Круппами, с их вот семейным делом случилось затруднение. Затруднение с финансами. Им пришлось прибегнуть к очень большим финансовым заимствованиям. Банки предоставили им необходимые деньги, но при очень жестких условиях потребовалось включить представителей банков в совет директоров. Это, значит, концерна Крупп. И концерн Крупп, он до сих пор существует, но перестал быть семейным делом, семейным бизнесом. А вообще, насколько я понимаю, концерн Крупп жил и развивался именно благодаря вот такому вот восприимчивому к науке, хваткому, так сказать, на новые научные исследования, вот, отношению хозяев этого концерна. Я не думаю, что сейчас немецкий концерн не развивается, значит, в техническом отношении, но вот тот период жизни, 19-й век, он попал как раз на эпоху революции в железоделательной промышленности, скажем так. Революцию в области артиллерии, революцию вот в этих всех революциях. Крупп, значит, принял посильное участие, как человек, который определяет, ага, вот это нам нравится, это мы будем делать, да, значит, вот этих вот ученых надо пригласить, надо их, значит, обеспечить им возможность для работы. Вот он был как бы министром науки вот в области железоделательной промышленности. Значит, ну, сейчас я вам покажу всю глубину бездны, в которой находилась металлургия к моменту начала 19-го века, вот к моменту создания фирмы Круппов. Значит, вообще-то говоря, производство металлов, как утверждают историки, известно где-то тысяч, это, 9 или 10 лет. Самые древнейшие следы плавления меди известны где-то там в Месопотамии, где-то примерно в 8-й век до нашей эры, их так вот приблизительно, значит, показывают, да, объясняют. Значит, в принципе говоря, самым легко добываемым продуктом, самым легко добываемым металлом древности, как это ни парадоксально звучит, было золото, потому что золото встречается в самородном виде. Ну, вообще, строго говоря, в самородном виде встречается и медь, вот, и серебро, по-моему, бывают в самородке, да-да-да, бывают в самородке серебра. Вот, а все остальные металлы, вот, из таких вот широко применяемых в хозяйстве, в промышленности, все остальные нужно получать с участием химической реакции. Да и медь-то, в общем-то, тоже, и серебро приходится извлекать из руды и восстанавливать, превращать в металл из их соединений каких-то. Вот так вот это все происходит. А железо вообще уникальный объект. Вообще, я как-то даже удивляюсь, как древние сумели, вот, не зная химии, вот, всей нашей современной химии, как они догадались из вот этой вот железной руды делать железо. Дело в том, что железо первоначально было известно человечеству в виде метеоритного железа, то есть куски метеоритов, упавших на землю. Герои, так сказать, Троянской войны, они потому, наверное, были герои, что они вооружены были мечами из метеоритного железа. Оружие у них было из метеоритного железа. Метеоритное железо замечательно тем, что оно нержавеющее, нержавеет оно. И вот это очень замечательное, приятное свойство его, плюс к этому хорошее его качество, твердость. То есть, представляете, вот с железным мечом, а против него выходили биться с мечами бронзовыми. Естественно, он имел огромные преимущества. Вот вспоминайте, сейчас возьмите топор, хорошо наточенный, и им можно рубить гвозди, не говоря уж о том, что им можно рубить медную проволоку, какие-то бронзовые посуды, все что угодно, да? Вот можно рубить стальным топором, да? То есть, вот эти вот герои Троянской войны, они все, безусловно, были героями благодаря своему метеоритному железу, которым были вооружены. Так вот, железо, пожалуй, что было самым дорогим в ту пору металлом, потому что золото все-таки встречается чаще, чем железные метеориты на Земле. Золото можно найти проще было, особенно в то время. Говорят, что все реки Старого Света, по крайней мере, все реки Европы в той или иной степени содержали золото. То есть, достаточно было овладеть простенькой технологией его промывки, чтобы получить золотой песок, золотые самородки в ту пору. Помните, есть такая опера у Вагнера «Золото Рейна». Это речь идет как раз о том самом золоте. Ну, довольно о золоте. Наша цель – металл. Вот на этой картинке, кстати говоря, показана процедура какого-то металлургического процесса в Древнем Египте. Между прочим, очень такая вот технология простая и внятная. Что они тут делают? Давайте так посмотрим. Это, собственно, вся металлургия. Значит, вот эти вот господа, значит, древнеегипетские, два господина, знаете, на чем стоят? Они стоят на мехах. То есть, это некая емкость с воздухом, ну, сделанная из кожи, меха называется. И вот он попеременно наступает на него ногой или подтягивает вот эта веревочка кверху. То есть, он таким образом качает воздух сюда. Вот сюда, вот в зону огня, значит, вдувается воздух тем, чтобы разжечь пламя и повысить температуру. Вот это, видимо, у них, так сказать, мастер, этот самый, так сказать, металлург. Здесь заготовленный лежит уголь, по всей видимости. Значит, видимо, ну, долгое время очень в качестве топлива использовали уголь, древесный уголь. Вот это очень хорошая вещь, энергоемкая. И в 19 веке тоже использовался вот этот, значит, уголь древесный. А что это такое, я затрудняюсь сказать, возможно, что это отдельное изображение какого-то тигля для металла. У древних египтян были свои представления о том, как нужно рисовать. То есть, их рисование было, я вот до сих пор не знаю, что это было, искусство, так сказать, живопись некая, или это было черчение, которое было цель показать вот какую-то вот технологию процесса, что-то такое объяснить, технологию какого-нибудь там политического события, торжества фараона, да, вот сам факт. Вот таким вот в виде, так сказать, чертежной, так сказать, фиксации. Видите, как интересно развернуты здесь, так сказать, фигуры, да, что-то там вот в фаз, что-то в профиль. Значит, бедренный пояс мы видим в профиль явно, плечевой пояс в фаз, голова в профиль, а глаз, ну, тут едва ли мы разглядим, а там, где можно разглядеть, видно, что глаз мы тоже видим как бы в фаз. Все вот так вот выключено. Но, кстати говоря, так вот немножко и не бросается в глаза, да, вот хороший чертежный прием, по сути дела. Вот они сумели показать разные стороны объекта в одной плоскости. Ну, ладно, дело не в этом. Как же стали получать железо? У нас, Аня, об этом речь. Видите ли, в чем дело? Железо получалось очень мучительно. Называлось это так, сыродутное железо. Сыродутное железо получалось в этом процессе такая вот кашица железная. Железная кашица, которая, ну, теми свойствами, что хотелось бы от них иметь, она не обладала. Значит, это была кашица, перемешанная с частичками угля, с частичками шлака. Как это получалось? Значит, ну, загружалось в очаг. Ну, в костре это дело невозможно было сделать. Это был специальный очаг, ну, например, вырытый в земле, или это построено, значит, на поверхности земли что-то такое вот там из камня, из кирпича. В нем, значит, разводится, значит, на поду, как говорят, да, на поду рассыпается уголь древесный. Сверху древесного угля, значит, укладывается железная руда и поджигается все это дело. Что происходит с древесной, с этой самой железной рудой? Огонь горящего угля замечательен тем, что он немножко голубоватый. Замечали? Вот этот вот голубоватый огонек, это горит угарный газ, СО. Выделялся угарный газ при горении угля. Угарный газ, который должен был потом сгореть, естественно. Этот разогретый угарный газ общался, общался, химически общался, с разогретой железной рудой, то есть с окислами железа, и происходило их восстановление. Угарный газ, ему хочется сгореть, ему хочется у кого-то отнять кислород, и он отнимал окислов железа. Таким образом, в принципе, получалось некое такое пористое, должно было бы, по нашим понятиям, получиться пористое железо. На самом деле получалось такое тесто, такое тесто, каша такая получалась. Ахилл, помните, вот, Ахиллес, он же Ахиллес, он одному из победителей состязаний по метанию диска подарил подарочек. Значит, такой, значит, диск из вот такого вот железа. Такое железо называется кричное железо. Диск из кричного железа, в общем-то, сам по себе ничего технологически полезного не представляет. Да, его еще нужно перерабатывать. Его нужно хорошенько выжигать, ковать, из него что-нибудь можно отковать, в принципе говоря. То есть, производство такого вот кричного сыродутного железа было вот известно достаточно давно. Но, то есть, как видите, это вот Ахилл, где делал эти подарочки еще такие, да, то есть, это несколько тысячелетий до нашей эры. Но оно, ну, как-то вот очень нетехнологично было. Ну, что из него сделаешь? Из этой вот, так сказать, грязи какой-то перемешанной с железом? Очень тяжело. То есть, это какой-то полуфабрикат, мы так понимаем, да? Сейчас-то очень хорошо можно получать кричное железо. Каким образом? Можно просто аккуратно через вот эту вот хорошо очищенную, подготовленную руду пропускать нагретый угарный газ, а еще лучше пропускать нагретый водород. И получится такая губка железная, да? Все унесет все примеси, имеется в виду, унесет весь кислород. И останется вот такая вот железная, так сказать, пористое тело, ну, которое дальше можно перерабатывать дальше в сталь, да, в современную. Есть такие технологии сейчас, но они как-то вот не получили, так сказать, должного развития. Кстати, пионерами этой технологии тоже была когда-то немецкими металлурги, то есть, так сказать, фирма Крупп в этом принимала участие. Был даже, по-моему, как-то экспериментальный объект какой-то в Советском Союзе, построен в брежневские времена, значит, с помощью, значит, немецких фирм. То есть, это все как-то так вот, это вот из Германии тоже премудрость к нам пришла от Круппа. Вот, а в ту пору вот такой вот неудобный процесс. Но, тем не менее, хочется же сделать меч красивый, да, хочется сделать панцирь, а все это сталь. Сталь. Прочная вещь. Это вам не железка, это сталь. Сталь – это раствор углерода в железе. Вот при таком технологическом процессе, в принципе, раствор углерода-то в железе должен получаться. Но как его получить? Нужно, так сказать, варить сталь. Вот этот термин «варить сталь», вот он сейчас существует. Кстати, я хочу вам вот что сказать. Во многих языках, ну, имею в виду античные языки, да, то есть, латинский и древнегреческий, железо и звезда имеют некое вот такое однокоренное происхождение. То есть, железо – это вот то, что вот с неба упало, звездное железо, да, звездный металл. Вот так вот тогда назывался он. Но потом как-то вот он переродился уже в ферру, значит, феррум. Вот это вот как-то там уже так вот преобразовался в ходе, так сказать, употребления, да, в языковой стихии. Да, вот так вот произошло с этим железом. Больше уже у нас сейчас не ассоциируется со звездным чем-то, да, черной металлургией он называется. Вот. А варенье из железа стали было, вообще-то говоря, известно в античные времена. Берется горшок, в него кладется это кричное железо, разводится в печи очень хорошее пламя. Для этого очень хорошего пламени нужно очень много вот этого, значит, угля древесного, сжженного, большую температуру. И в этой большой температуре плавится, плавится медленно железо. Оно превращается в жидкость, и в горшке в этом варится. Процедура очень похожая чем-то на варенье стекла, про которое мы рассказывали. При варении, да, вариве, я не знаю, как сказать это, вот, при изготовлении стекла, при варке стекла, так же, как и при варке стали, идут химические реакции. Если при варке стекла химические реакции идут между вот компонентами, с которых пытается сварить стекло, да, то есть, как бы, сварить вот этот вот суп, кашу, такую вот стеклянную, то при варке железа реакция идёт между железом и окружающим его горячим газом, да, вот, реакция идёт с угарным газом, реакция идёт с частичками кислорода, которые ещё, значит, не в взаимодействии с углем нагретыми, реакция идёт с азотом, который попадает тоже туда в нагретом виде, и меняются свойства железа. Азот, к счастью, только растворяется в железе, при этом железо становится более хрупким, вот так. Ну, не могу вам точно сказать, когда было придумано, так сказать, дутьё, ну, как видите, в Древней Египте оно было известно, дутьё в железоделательной промышленности, но более или менее внятно получилась технология производства железа, вот этого вот, так сказать, сыродутного, почему его называют дутным, сыродутного железа в домницах. Домница и современная домная – это две большие разницы, ничего, в принципе, общего нет. В принципе, ничего общего нет. Вот в этой вот домнице, вот её разрез показан, домнице, что тут замечательного есть? Ну, вот, выложен из камней, да, сейчас бы сказали, из огнеупоров нужно выкладывать, да, тут есть, значит, отверстия, через которые подаётся, так сказать, дутьё. Простой тяги здесь недостаточно. Здесь нужно вот с помощью мехов через эти отверстия подавать воздух. Значит, стоят подмастерья и качают, качают, качают мехами воздух. Здесь сложен, значит, слой угля, а на него некоторое количество положено руды, да, и вот, значит, дуют, продувают. Ну, дальше мастера стали всякое дело прибавлять туда, каждый своё, что хочет прибавить. Особенно этот был процесс развит на Востоке, да, вот как-то вот восточные церкви, цивилизация, я имею в виду мусульманский мир, она в плане производства железа достигла определённых высот. Всем известны, значит, дамасские клинки, булатные клинки, это всё вот Восток, дело тонкое, он их делал. Как же там это всё дело получалось? Ну, вообще-то говоря, это была большая тайна, потому что дамасский клинок обладал очень хорошей прочностью, хорошей гибкостью. Говорят, что, ну, не только говорят, это я видел по телевизору, клинком можно было, так сказать, подпоясаться. Клинком просто охватывали, значит, туловище человека, и тут была застёжка. И человек просто ходил с поясом, внутри которого лежал клинок. Что-то потребовалось, он пояс свой развернул, клинок достал, и у него в руках мощное оружие. Этот вот клинок обладал ещё определёнными художественными свойствами. Он был покрыт неким естественным узором. Это вот, по сути дела, первый такой вот чудовищно гипертрофированный металлографический образец. На самом деле, современные металлографические микроскопы существуют, которые позволяют разглядеть поверхность металла после её шлифовки и травления. Вот там видны всякие вот узоры, которые возникают. Вот это, собственно говоря, показывает он структуру железа, как поликристалла, стали, как поликристалла. А вот здесь вот эти вот дамасские клинки, ну, тут не очень внятно, как же их варили, как их делали, этот металл. Говорят, что делали так. Очень небольшими количествами в горшочках варился металл. Из этого металла, от каждой отдельной партии, изготавливался, значит, такая, ну, типа, так сказать, проволоки, да? Ну, не проволока, это точно. Это был какой-то такой маленький металлический, так сказать, пруток. Потом эти прутки в горячем состоянии друг с другом, значит, как-то переплетали, сваривали. Железо можно было сваривать из этих прутков. И вот сварены из этого большого количества прутков, значит, так сказать, полоса, значит, как что, значит, сваривать? Это, значит, в печи нагревается, так как, значит, горн, да, в горне нагревается железо, и его, значит, куют. Куют, куют, куют. Чем замечательно железо? Тем, что оно обладает свойством, так сказать, ковкости. Ковкость железа – замечательная вещь. Значит, в принципе, даже при комнатной температуре железо можно деформировать вот так вот, пластическую деформацию делать. Есть так называемый холоднокатанный лист, например, знаете, да? Вот, холоднокатанное железо. Есть, значит, проволока, которую тоже вытягивают, да? Ну, желательно нагревать. Если мы хотим достаточно большую деформацию получить, нужно все-таки нагревать сталь. Это нужно для того, чтобы во время этого нагрева происходила перестройка, релаксация кристаллической структуры. И после ковки надо отжигать, потом продолжать ковку, да? При деформации, вот, значит, с помощью ковки, волочения, как проволока, так сказать, прокатки, происходит изменение структуры зерен, да? Зерна удлиняются. Если уж очень сильно деформировать, да, то зерна просто разрушатся, отделятся друг от друга. А так они удлиняются. А вот когда их нагреть, хорошенько это отжиг называется, вот такие вот всякие процедуры, термическая обработка металла промежуточная. При этом происходит перестройка, перестройка кристаллов, вот этих поликристаллов. Поликристаллы обмениваются между собой железом, то есть они реструктуризуются, да? Реструктуризация происходит. Это явление очень похоже на изменение доменной структуры, потому что домены могут друг с другом сливаться. Помните, мы говорили с вами о феромагнетизме, да? Домены, отдельные магнитные домены, то есть кусочки феромагнетика, например, железо, это феромагнетик классический, они друг с другом вот могут объединяться, значит, делить вместе эти кристаллы и так далее. Так сказать, поликристаллы пополам между собой делить разные домены могут, объединять эти кристаллы между собой могут. Ну, вот эта вот процедура происходит при, значит, так сказать, ковке. Так вот, на дамасских клинках и на вообще булатных клинках, а в России тоже научились получать, так сказать, булат, виден вот этот вот узор, узор свой, собственный, вот, то есть фактически металлографический узор. Это, в общем-то, уникальное явление, такое, что вот эта вот поликристаллическая структура металла проявляет себя вот таком вот, в общем-то говоря, в макроскопическом узоре, да, который можно взглядеть глазом. Я вот могу вам со скрытой, со скрытой, со тщательно скрываемой гордостью рассказать следующее, что даже на очень малозначительных, в очень малозначительных краеведческих музеях российских, там, где выставлены какие-то вот образцы холодного оружия 19 века, значит, русского холодного оружия, очень часто можно наблюдать клинки вот с таким вот природным узором, да, с таким вот узором, характерным для булата. А вот пусть на меня не обижаются, так сказать, гордые британцы, и к нам иногда привозят, так сказать, выставки из Британии холодного оружия, вот из сокровищницы Тауэра, скажем так, вот, показать оружие из Тауэра в нашей оружейной палате, где-нибудь там рядом с ней. Так вот, у них там клинки-то, наверное, конечно, хорошие, и, видимо, они очень историческую ценность большую имеют, и, наверное, их хорошими качествами, как клинки, обладают. Но вот таких вот узоров там нет, да, вот нашим мастерам удалось повторить вот эти вот достижения с булатом связанные, да, это вот такую вот художественную ценность имеет. Но вообще булат – это уникальное явление, уникальное явление, и манера варить сталь, в конце концов, попала в Европу второй раз с Востока, вот из этой вот вареной стали, это, конечно, было очень дорого, стали делать всякие уникальные, в общем-то говоря, изделия, типа мечи, панцири, шлемы, вот такие вот вещи. Вот. И то иногда старались цветным металлом что-то заменить. Это считалось не очень здорово, не очень прочно, мало таких образцов до нас дошло, я, честно говоря, таких не видел, в музеях нигде, но все предпочитали сталь. Сталь в работе главная деталь, вот такая вот кованая, из чего-то такого вот сделанная сталь. Ну, а промышленность продолжала потихонечку ваять, лепить железо вот таким, значит, сыродутным способом. Вплоть до конца 20-го века, 19-го века, простите, не 20-го, конечно, сыродутное железо производилось, производилось в промышленных каких-то таких объемах. Вот. Ну, 19-е века, век изучения железа. Поняли, значит, ученые, что же вещь такая сталь. Что сталь – это сплав железа с углеродом. Микроскоп пришел на помощь. Металлография. То есть это были все тогдашние самые передовые научно-исследовательские технологии. Микроскоп, его замечательная вещь, микроскоп. Можно разглядеть поверхность металла. Металлография называлась, или металлография. Металлографический микроскоп тщательно обрабатывается, полируется поверхность, так сказать, среза металлического образца, травится по специальной технологии кислотой. То есть там появляется вот этот узор поликристаллов, микроскоп разглядывают. Выяснили, что, значит, до двух, ну, чуть больше двух процентов углерода может раствориться в железе. Вот. Все, что сверху, раствориться не может. Вообще система вот этого вот железоуглерода очень капризная. У нее очень сложная диаграмма состояния в зависимости от температуры, концентрации вот этих вот вещей, значит, железоуглерода относительного смеси. И зависит еще структура от характера охлаждения, да. Можно получить всякие там структуры, значит, неравновесные, которые после, значит, отжига будут измениться эти свойства, да. Закалка, знаете, да, такое явление. То есть быстро охладить что-то, да. И при этом сохраняется та структура, которая характерна для более высокой температуры, сохраняется при комнатной температуре. То есть появляется закаленная сталь, например. Вот такие вещи. Вообще у меня вот такое глубокое убеждение, что начиная с 19 века все вот эти вот в прежнее время слепые достаточно эксперименты стали проводиться не в слепую, а с помощью, значит, научной техники, значит, которая могла контролировать процессы, да. Появились объяснения, всякие названия перлит, мартенсит, ледобурит – это каждая вот разновидность сплава железа и углерода, то есть каждая разновидность стали получала свое название чугун. Кстати говоря, что такое чугун? Чушка, чугун. А по-английски это называется пиг айрон, свиное железо. Чугун, он такой некрасивый, неприятный. Он какая-то такая вот смесь, это почти что брак, да. Но к 18 веку смекнули люди, что чугун – это замечательная вещь. Оказывается, кроме чугуна, как сырья для производства разных отливок, пушки, например, можно делать из чугуна, ядра можно отливать из чугуна, чем из камня. Ядра из чугуна тяжелее, чем каменные ядра, это здорово. И можно придать хорошую идеальную форму, ну, путем отливки, да, это тоже хорошо, тоже замечательно. Вот. И все эти, значит, церемонии усугублялись вот чем. Оказывается, чугун можно было переделывать в сталь. Нужно было просто чугун достаточно долго варить. То есть чугун можно было варить, то есть из чугуна можно было, так сказать, варить сталь. Да, вот. Вся только была проблема, как варить. То есть все технологии упирались вот в что-то такое очень вот, такое вот наивное, да, вот какой-то вот горн, да, тоже технология. Смотрите, самое грандиозное в этой технологии – это вот, значит, система подачи воды, которая приводит в действие воздуходувку, да, воздуходувку, которая, значит, раздувает огонь. Вот он в огонь в горне горит, а тут внизу происходит сплавление, значит, руды, а может быть даже кусков чугуна, которые здесь вот набросаны на днище горна, да, происходит их сплавление с углеродом, продувка воздухом, да. Вот в этом вот в горячем состоянии, значит, происходит освобождение чугуна от лишнего углерода и превращение его постепенно в сталь, да, вот так, например. Вот, ну, XIX век требовал огромных количеств стали. Вот, штучного производства. Обратите внимание, ведь в ту пору все оружие, которое делалось, было оружием таким вот штучного производства. Не было серийного производства. Я вам сейчас объясню. Вот, скажем, вот один мастер сидит и делает стволы, другой мастер сидит и делает замки, третий мастер ложи делает для оружия. Нет, такого не было. Это была одна, вот, так сказать, вот такой технологический участок, на котором изготавливается ружье. Тут и ствол куется, и к нему подгоняется, значит, может быть и сделанный другим физически человеком, значит, замок, да, вот этот вот кремневый замок, ружье подгоняется, ложе подгоняют, да. То есть, нет, не было вот этих вот стандартов, да, чтобы вот все стандартно изготавливать, а потом из них собирать, да. И тогда такого еще ничего не было в XVIII веке. Зато в XVIII веке произошла, в общем-то говоря, некая революция маленькой металлургии, почти нами не замеченная, да, мы ее не помним. В 1735 году англичане впервые попробовали варить чугун с использованием кокса. То есть, чья-то светлая голова придумала не только выжигать древесный уголь из дерева, дерево-то кончалось, наверное, на Британских островах, вот, оно где угодно кончится с развитием металлургии, придумали делать кокс из угля. Это, значит, привело к революции. Кстати говоря, впервые дутье с помощью паровой машины применили братья Ползуновы в России. Вот эта вот машина Ползуновых, паровая, которая не очень долго проработала, видимо, но она была как раз предназначена для того, чтобы создавать, качать в воздух, подавать его, значит, в домницу, вот эту вот, в дом, ну, где плавился чугун, откуда получался чугун. Вот. То есть, появился еще чугун, кроме литейного, так сказать, передельный чугун. Тот чугун, из которого за счет выжигания из него углерода можно получать сталь. Ну, как его выжигать? Как делать? Как делать сталь? Придумали такой, значит, процесс. Ну, кто как его называет, это английское слово, так сказать, пудинг, знаете, да? Вот этот вот процесс был, заключался в перемешивании кусочков размягчившегося чугуна. Значит, куски чугуна на поду, на поду, значит, на полу вот этой печи. В печи огонь, все это размягчено. И вот, значит, металлург длинным таким прутом железным начинает валять вот эту вот смесь кричного железа и чугуна, да? Обратите внимание, кричного железа и чугуна. Значит, вот он начинает валять, оно как-то скомкивается, да? На мату, оно еще не совсем расплавленное, не жидкая эта смесь, она размягченная, она вот облепляет его вот это вот, значит, прут стальной, да? Железный прут, оно облепляет, облепляет, облепляет. И вот в этом вот процессе, так сказать, валяния, валяния, паддинг процесса или пудинг процесса, не знаю, как лучше сказать по-русски, он сейчас уже не применяется, естественно. И вот в ходе этого процесса-то и удавалось получить сталь, да? Ну, представьте себе, нужно делать огромное количество железнодорожных колес, огромное количество железнодорожных рельсов. Из чего их делать? Где столько получить железа? Это что, вот так будут, вот, так сказать, валять физически человек, вот, несколько десятков часов вот этот процесс шел, чтобы получить, значит, из этой смеси сталь какую-то, что-то стали подобное, да? А потом эту сталь нужно еще в горшках варить, чтобы получить сталь нужного качества. Кстати говоря, вот эта технология по варению стали в горшках с целью получить сталь очень высокого качества, ну, я не знаю для чего-то, может быть, для часовых механизмов, может, еще для чего-нибудь, она еще в середине 20-го века использовалась. Вот в Швеции по такой технологии делали какую-нибудь там исключительную, эксклюзивную сталь, да? Ну, а так вообще вот первые бритвенные лезвия, например, были сделаны из стали, сваренные в горшках. Имеется в виду бритвенные лезвия, те вот опасные еще, которые были не безопасные, а опасные бритвенные лезвия. Вот, и они делались только из какой-то исключительной стали. Из Швеции привозили, значит, высокую гулиродистую сталь в Европу, и варили там ее еще, чтобы получить такую сталь, из которой можно сделать, значит, бритвенные лезвия. А в 1851 году в Лондоне была Всемирная выставка. Это, кстати, была такая замечательная выставка. Ее изюминой, вот более поздняя Всемирная выставка в Париже, ее изюминой была Эйфелева башня. А там была изюмина стеклянный дворец, или его называли хрустальный дворец. Это была такая огромная, как бы, постройка, что-то такое отдаленно напоминающее теплицу, но не теплица, это точно. Это был такой хрустальный дворец, стены стекла, крыши стекла, вся эта вот такая замечательная конструкция, огромный дворец. Это было чудо, скажем так, архитектурной техники, вот, 19 века. К сожалению, он до наших дней не сохранился, иначе он был бы одним из чудес света, как и Эйфелева башня, и египетские пирамиды. Был бы еще этот хрустальный дворец. Он разрушился во время какого-то пожара. А почему так произошло? Почему старинные здания разрушались во время пожаров? Дело в том, что многоэтажные здания, в общем-то, научились строить, изобретя каркас в этих зданиях. Каркас этих зданий делался из чугуна, из чугунных отливок, из чугунных таких каких-то рельсов. Но вот проблема. В случае возгорания, в случае пожара, этот каркас лопался и разрушался. Чугун не выдерживал пожара. Вот такая вот была вот ситуация. Небоскребы, вот эти вот чудеса 20 века, они все строились и строятся до сих пор на стальных каркасах. Вот стальной каркас во время пожара просто так вот не лопается. Да, там вот 11 сентября, там прогорели какие-то опорные балки, они просто прогорели, расплавились. А так, в принципе, разрушения во время пожаров, конструкций, сделанных из стальных балок, не происходит. В старинных энциклопедиях такие дома, знаете, как назывались? Американский дом. Ее объясняли. Вот американский дом, он построен на стальном каркасе, а просто высотный дом, или как тогда называли, небоскреб. Ну, там 7 этажей, 10 этажей, это уже небоскреб, да? Вот если любопытствовать, можете посмотреть первый дом, который в Москве называли небоскребом. Это было очень давно, еще до появления этих вот знаменитых московских высоток, на, я и по старинке называю, Лермонтовской площадью. Вот это место, вот стоит там вот эта вот настоящая, так сказать, высотка сталинская. А вот если с высотки сталинской смотреть на центр города, на Садовое кольцо, справа дом, вот это был первый московский небоскреб. В этом первом московском небоскребе, кстати говоря, там, по-моему, в подвале, была лаборатория ГИРД, группа изучения реактивного движения. И там-то как раз собрали первую советскую жидкостную ракету, да? Королев Сергей Павлович со своим товарищами. Вот такая была там история. С этим связанным домом. С первым московским небоскребом на стальном каркасе. Все как положено. Когда-то он был построен. До сих пор, обратите внимание, к счастью, стоит. А это было еще в ту эпоху, когда перекрытия деревянные были. Я не знаю, какие сейчас перекрытия в этом доме, но вот когда он строился, совершенно очевидно, они были деревянные. Но каркас был стальной. Вот так было здорово сделано в нем. Не годится вся эта технология для выставки 51-го года. В 1801 году Крупп в свою фирму прославил на весь мир. Там тем, что он там представил замечательные вещи. Значит, бандажи для колес. Это вот бандаж, это то, что снаружи на железнодорожное колесо надевается. Пушки. Вот такая вот высокотехнологичная, емкая, металлоемкая. И как потом окажется наукоемкой продукция. Что же нужно было сделать Круппу, чтобы стать королем стали? Какие же он нововведения на фон вот этого вот? Ну, честно говоря, мне просто было больно об этом рассказывать. Но такие с точки зрения современного человека жалкие технологии, я вам описывал. Ну, знаете, вот это вот, как это назвать, падинг-процесс, да, или пудинг-процесс. Перемешивание вот этого, так сказать, возюканье какого-то вот такого вот налипающей массы. Да, это фактически что-то типа как вот перемешивание муки с тестом. Вот так что-то вот мешает, 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 мешает пекарь. Так и здесь только металл, только тут руками не ухвачиваешься, обожжешься, да, хватает металлическим стержнем. Итак, до следующего раза. Всех благ вам, до свидания. Жду встречи.